8 любопытных фактов о ближнем космосе Пропадающий кальций Одушевленные создания построены из тех же молекул и атомов, что и неживая материя. Поэтому аномальное, на взгляд землянина, изменение законов физики действует и на них. Плюс сложнейшие биохимические и физиологические системы живых существ тоже реагируют на невесомость. Например, во время первых длительных космических полетов выяснилось, что в невесомости из костей очень интенсивно вымывается кальций. За месяц на орбите космонавты теряют как минимум 1,5% костной массы. Причины этого неотвратимого процесса до конца не ясны. Ученые предполагают, что дело, хотя бы отчасти, может быть в том, что механизмы, отвечающие за поддержание костей в нормальном состоянии, ориентируются на внешние стимулы, в том числе постоянное земное притяжение. Когда оно исчезает, системы, которые миллионы лет складывались с учетом гравитации планеты, дают сбой. Не менее пагубно невесомость сказывается на мышцах. На Земле мускулатура работает даже тогда, когда мы смотрим телевизор или спим. В космосе мышцы практически выключаются и очень быстро усыхают. Когда 10 декабря 1982 года Анатолий Березовой и Валентин Лебедев вернулись с орбиты после рекордно длительной на тот момент миссии больше 211 суток, их пришлось выносить из корабля «Союз Т-7». У космонавтов атрофировались мышцы, и только после интенсивного курса реабилитации они смогли нормально ходить. Заразные бактерии В 2006 году экипаж шаттла «Атлантис» взял на орбиту бактерий «Салмонелла» – главных виновников отравлений у человека и животных. Опасные создания были запакованы в специальные контейнеры. От астронавтов требовалось всего лишь опустить поршень, чтобы «Салмонеллы» попали в емкость с питательным бульоном. Параллельно тот же эксперимент проводили специалисты на Земле. Перед возвращением космические микробы были зафиксированы специальным составом так, чтобы их внешний вид и ДНК остались такими же, какими они были в космосе. Изучив привезенных астронавтами «Салмонелл», исследователи выяснили, что по сравнению с земными бактериями у них стали иначе работать 167 генов и изменилась интенсивность синтеза 73 белков. Эти адаптации были ответом на стресс от невесомости и значительно повысили заразность. Попав в космос, микроорганизмы активизировали гены, которые отвечают за формирование биопленок – объединений бактерий, внутри которых не могут пробиться ни иммунные клетки, ни антибиотики. Поэтому в длительных миссиях, например, на Марс, людям стоит опасаться не только радиации или инопланетян, но и родных бактерий. Цветущая роза Растения особенно недоумевают без гравитации, ведь их корни, стебли и ветви узнают, куда расти, ориентируясь на притяжении Земли. Это явление называют геотропизмом. Но у Флоры есть один трюк, благодаря которому космонавты уже давно разбили на орбите грядки. Растения могут определять направление вверх-вниз, еще и по источнику света. Они принимают лампочку за Солнце и тянутся к ней, компенсируя отсутствие силы тяжести. И тем не менее, невесомость сказывается на растительной физиологии. На этом у нас все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok